Основные торжества по случаю празднования Дня коренных народов мира прошли в поселке Горнокнязевск. Место проведения торжества было выбрано не случайно. Музейный этнографический комплекс считается одним из уникальных населенных пунктов, где гармонично сплелись культуры коренных народов. Творчество комизыриан, ненцев, ханты было представлено на выставках-продажах. Для гостей праздника были приготовлены национальные угощения. Все желающие могли поучаствовать в спортивных состязаниях, в контурсе разделки рыбы, посмотреть концертные номера. Поселок Горнокнязевск словно перекресток миров. Мир цивилизации и мир первозданной природы гармонично переплелись в этом месте. Культура народов ханты, комизыриан, ненцев здесь слилась воедино. 9 августа в поселке Горнокнязевск широко и зрелищно отметили День коренных народов мира. Музейный этнографический комплекс. Со всей тундры съехались коренные северяне и гости окружной столицы. Хозяева торжества встречали всех приехавших в национальных костюмах, угощали благородной рыбой и дарами тундры. Я думаю, что это, наверное, самый светлый и дорогой праздник для народов, проживающих на этой территории. Все улыбаются, рады встрече друг с другом. Вы, наверное, видите обстановку, что все здороваются на своем языке, видят своих близких, своих родных. В этом году этот праздник, он юбилейный, он 20-й. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН объявила 9 августа Днем коренных народов мира. И с тех пор, уже два десятилетия, этот праздник отмечается по всему миру. Он позволяет народам не терять своих традиций, передавать свои навыки, обычаи последующим поколениям. Культура коренных северян уникальна и неповторима. Их образ жизни, традиционные промыслы сложились в условиях сурового климата. Резьба по кости – древний вид искусства. Умелец не просто демонстрирует свой талант, для желающих проводит мастер-класс. Главный мотив творчества – жизнь тундры. Охотник приезжает с добычей домой. Работа называется «На берегу». Он подъехал, сходит с лодки вместе с собакой, собака впереди. Работа изготовлена из лосиного рога, оленья рога и дерева, кедр. Рядом настоящая мастерская под открытым небом. Не особо отвлекаясь на окружающих, жительницы Салихарда изготавливают из бересты предметы домашней утвари – корзинки, карабаш, катулки. Всё украшено национальным орнаментом и сделано по старинной технологиям. В семейной родовой общине Кушеват решили возродить традиционный промысел, который был популярным ещё в середине прошлого века. Такие изделия из бересты раньше в каждой семье были. Теперь они в основном экспонаты этнографических музеев. Береста – она очень нежная, очень красивая, красивый природный материал. Поэтому само по себе даже интересно заниматься с ним. Вот лично у меня это теперь очередное хобби. Я сама занимаюсь изделиями бисерного порядка. Я бнету бисер. Но сегодня мне очень-очень понравилась сама береста. Под сеней чумок стоят столы с подделками, установлены яркие палатки. Народные умельцы привезли на продажу традиционные игрушки, украшения, одежду, обувь. Они сделаны из бисера, ткани и кожи. Я уже третий год хожу сюда, на праздники приезжаю. Я вообще в шоке говорю, какие они умельцы, всё могут делать вообще. Что художники, что шьют, вышивают своими руками. Не машинками там, как обычно, а своими руками. Северяне – народ гостеприимный и хлебосольный. Для всех гостей праздника было приготовлено обильное угощение. Блюдо из олениной, ароматное сдоба и, конечно же, уха из муксуна. Рыболовство – один из главных промыслов коренных северян. Разделка рыбы – традиционный конкурс. Женщины на сцене соревнуются в мастерстве. Просковья Кутерева малосон может приготовить за две минуты. Я просто выросла в рыбацкой семье. Очень тесно была связана с этим делом. Вот рыбу всякую могу разделать. Выставки-продажи, конкурс о разделке рыбы, мастер-классы, яркие выступления артистов – традиционная программа праздника. Фотосушка – новинка мероприятия. Желающие приносили на экспозицию свои фотографии. Брали на память чужие снимки. Удивляясь порой запечатленным на них пейзажем или знакомым лицам. Впрочем, не только это удивляло гостей на празднике. Дедушка только вчера приехал в Шифт-Ивкара, защищали там национальную премию Russian Evan Edwards, что-то типа такого, по Уральскому и Северному федеральным округам. Вот, вышли в финал, то есть стали победителями вот этой премии. А сейчас с корабля, так сказать, на бал. Решил заглянуть на этот праздник. Красота кругом. Замечательно, здорово.